Как часто туристы проходят мимо интересного и знакового памятника, даже не задержавшись возле него. Лишь потому, что информации о том, что это за здание или монумент у них нет. А прочитать историю памятника можно только на языке страны пребывания. Креативные ребята проекта Баринфо решили исправить эту недоработку. Все очень просто. И до этого давно уже додумались в европейских туристических центрах, да и у нас в стране, в Тернопольской и во Львовской областях. Возле памятников стоит антивандальная стела с цифровыми метками. Просто подносим смартфон к соответствующей метке и получаем массу полезной информации. Самое главное – история достопримечательности. Мы можем просчитывать туристическую нагрузку, которая идет на город, но конкретно по объектам. Допустим, сколько людей было здесь, сколько людей будет в нашем следующем объекте. Следующая – это NFC-метка. Я вам покажу, где она находится на табличке. Это, видимо, такой чип. И если вы поднесете туда телефон, то без интернета вы сможете получить информацию, которая заложена в этом NFC-метке. И последнее – это QR-код. Ну, эта технология известна почти всем. Там при сканировании вы получаете выбор языков. Сейчас их шесть. Украинский, русский, немецкий, французский, китайский и английский. Авторы замысла планируют установить такие таблички возле всех известных одесских монументов и памятников архитектуры. Прежде всего, возле оперного театра. Возможно, добавить онлайн бронирование билетов. Правда, пока еще авторы не знают, как сделать так, чтобы табличка не портила виды на оперный театр. Изначально мы хотим посмотреть реакцию на установку этой таблички, как она будет воспринята туристами города, жителями города, властями. Если оно будет хорошо работать, соответственно, на установку не займет много времени. Само изготовление занимает порядка двух недель, это максимум. Длительная процедура – это согласование. То есть это согласовать текст с департаментом культуры, международные отношения, архитектура. Процесс не длительный, но все-таки он требует времени. В Одесской области уверены друзья и партнеры проекта. Такая инициатива была бы тоже очень полезной для туристических объектов. Белгород-Днестровская крепость, на входе которой, уверен, такая табличка будет смотреться самым идеальным образом. Она будет учитывать людей, которые и входят в крепость, и плюс люди, которые будут собираться входить в крепость, узнают заранее о ней как можно больше информации. Также, я считаю, не будет лишним такая табличка на объекте усадьбы Курицев, которая в Лиманском, бывшем Коментарновском районе, которая сейчас активно восстанавливается. В целом, в Одессе планируется оснастить такими табличками более 10 знаковых мест. Дальше авторы проекта планируют установить подобные стелы в Харькове, Львове, Днепре и Киеве, а затем и в других городах.